Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. Один из самых часто задаваемых вопросов, что сделать, чтобы система признала тебя живым? Как выйти из статусов из лица? Ответ очень простой. Для начала перестаньте пользоваться, по максимуму откажитесь от платежа через кредитные или дебетовые карты. Каждый раз, когда вы платите через карту, то оплачивает не живой человек, а оплачивает физическое лицо. Иван Иванович. Живые могут платить только бумажками. Когда вы приходите на рынок и передаете продавцу из рук в руки бумажную расписку, вексель, долговое обязательство, билет Банка России, признак рубля по версии Набибулиной, то эту процедуру может совершить только живой человек. Только живой мужчина или женщина может передать деньги из рук в руки. Все очень трясутся за то, что их данные куда-то там попадут. Они боятся заводить аккаунты в соцсетях, фотографии свои выставлять и так далее. Но они не боятся почему-то платить через карты. То есть, вся ваша жизнь, вся ваша подноготная, где вы купили, что вы купили, когда вы купили, во сколько вы купили, во сколько вы были там-то и там-то, можно банально отследить по банковским операциям. То есть, если в Сбербанк Онлайн отражается магазин, что вы в пятерочке купили килограмм там овощей и булку хлеба, то при запросе определенных структур можно узнать, какой именно товар. На основании этого можно сделать социологический портрет субъекта, который осуществлял покупки. Чего невозможно сделать при оплате наличными деньгами? Потому что данные о том, кто купил, прочитать невозможно. Просто подошел живой человек, мужчина или женщина, и купил какую-то продукцию. Проведите эксперимент. Купите два одинаковых товара. Один товар купите за наличные средства, а второй по карте. И сравните два чека. В чем будет разница? Будет ли идентификация клиента того, кто купил на чеки, которые вы оплачивали наличными деньгами? Любезно напоминаю, что билеты Банка России не являются денежной единицей России, а всего лишь удостоверяют их существование. Сейчас многие говорят о цифровых деньгах, которые будут вводить по всему миру. И мы сами же поддерживаем это. То есть, когда в Москве ввели оплату только по картам, кредитным, безналичным или дебетовым, в транспорте со всей огромной многомиллионной Москвы протесты или судебные иски или претензии написало буквально несколько человек. То есть, все остальные молча схавали. People have it. Понимаете? Никто из тех, кто называет себя живыми мужчинами, женщинами, суверенными и так далее, те, кто борется и отстаивает права человека, почему-то не возразили против такого беспредела. Хотя это конкретно нарушает правила торговли и закон о защите прав потребителей, где сказано, что потребитель услуги, он имеет право расплачиваться как наличными деньгами, так и безналичными. То есть, это все устаканилось. Вам выкинули оферту, вы оферту приняли, акцептовали. При оплате через эквайринг продавец отдает банку каждый раз порядка двух или трех процентов из тех денег, которые вы ему заплатили. Вот от 100 рублей сейчас продавец отдал 3 процента банку. И вот сейчас каждый из нас, те, кто пользуется картами, каждый день акцептовывает эту оферту. Деньги, деньги, трепетеньги, позабыв о козьи день. Делай деньги. Делай деньги. Подумайте об этом, потому что это крайне важно.